всем привет ребят ночью на сегодня тест на максималке я уже давненько его прокачал и выпил и показывал вам сегодня решил затестить по всем локациям рассказать показать чтобы все понимали что это за горой герой горой герои главной в общем поняли судя по предыдущим обзором но мы сегодня это уже закрепим чтобы уже окончательно понимать в общем у меня вот такая вот сборка я не заморачиваюсь честно говоря насчет прокачки данного героя почему потому что он не настолько универсально актуален какие хотелось бы он скорее всего похож на всех прошлых героев которых выпускает альжи без доната то есть сейчас мы зайдем посмотрим скиталец оса кто там у нас еще таких с последних даже свалено взять у свален хотя будет даже получше наверно мешание последний да то есть такие герои вот ребят и героев очень но и спирита которые по сути есть но и они не нужны в игре они нихрена не решают то есть если раньше там этот на свое время одержимый был крутой он там много чего решала эти нет вот candy то же самое то есть очень много героев есть такие которые не актуальны и не используется это принципе то же самое единственный вариант где его еще надо будет потестить и посмотреть это конечно же архидема поехали разберем его скилл чего у него интересного по скилу есть на две цели то есть как видите у него немного целей то есть на две союзных цели он накидывает счет 85 процентов защита ну честно скажу это такое ну вроде и круто но на практике я показал на битве гильдий такой себе судя по всему этот щит вроде тоже снимается также он снимает с них молчанку но есть нюанс если он попадает под молчанку он нихрена молчанку уже не снимет у него нету иммунитетов если там у некоторых героев где там наш мешание вот мешали да у него есть хоть какие-то привилегии у него есть ограничения по входящему урон вроде неплохо иммунитет к молчанию круто в этого же героя нихрена нету то есть если он попадает под молчанку это я уже показывал возможно попадем сейчас покажу еще раз он и чего сделать сможет и не сможет снять молчанку союзных героев поэтому херня полная честно говоря ну как-то бессмысленный скилл также он дополнительно дает скилл у которого кулдаун пять секунд который наносит двум этим же двум героям на которых он наложил и на себя накидывает каждую секунду урон 360 процентов от атаки протяжении трех секунд каждую секунду кулдаун пять секунд и также они дополнительно получают 10 процентов увеличенный по ним дамаг ну вот это вот ради чего можно будет его попробовать потестировать на архидемоне также он имеет двадцать пять процентов шанс увеличить получаемый урон цели и целей вокруг на 25 секунд его основная базовая атака вот это вот читать надо внимательно то есть они уже здесь дописали разделяется между всеми целями вот так мне кажется что такое у всех героев если я не ошибаюсь потому что у нас вот так вот бегает как-то разброс дамага в игре и не понятно что это такое что по статам по статам печально принципе атаки немного как видите даун танк 324 к то есть круче там гаргула да куча многих героев тут вообще 70 весь он такой хороший танк а вот мешание 359 аж то есть средний хороший танк что ему по таланту ставить ну конечно же приветствоваться будет о зажка ну как и всех героев чтобы он быстро не дох если брать второй талант ну я не знаю он вроде и дамагер и подашку можно поставить лучше всего со плюс а за наверно это стабильный вариант плюс уклонение чтобы он дольше жил но я опять же не советую его вкачивать пока не потестировали не тратя на него ресурсы не факт что он будет супер-пупер мега ну по крайней мере на пвп локациях его использовать вы сейчас сами все увидите по созвездиям уклонения у меня стоит и здесь стоит обряд лечения для того чтобы он мог хоть как-то сам самостоятельно жить потому что у него нет хила не умеет это в них и на нету жизни много хоть какой-то откинь будет так давайте знаете что сделаем давайте из него сделаем мега имбул поставим ему сейчас вот так вот плюс а за что вот такой вариант поехали по посмотрим на рейд здесь у нас дохренища уклонения то есть в районе 15 к просто покажу вам его скилл как он работает вот он наносит дамаг основным ударом как видите то есть один удар идет ну там ага особо ну понятно у сборка не атакующая в основном дамага много тоже нет чего-то естественного там супер мега вау-пупер крутого тоже нет но у нас такая сборка чтобы они вместуют мы сейчас просто разбираем его скил ну такое себе знаете и не туда и не сюда даже на полокациях две цели это не о чем на сегодня то есть где кого он спасет я не знаю вот через зефира вы скажете нифига себе он стоит ну конечно здесь 50 процентов урона просто не прилетает по нему плюс у него уклонение 15к они по нём не попадают плюс позашка стоит и обряд лечения тхил но он нифига сделать не может как видите это просто пустая цель это все здесь решает сейчас супер под у нас 15 тысяч уклон с таким вариантом но он нифига сделать не может у него нету не супер по примеру мега атаки начали по ним попадать то есть нету никаких иммунитетов ну такое вот единственный вариант где я вижу его использование на сегодня еще потестить надо конечно же от архидема возможно там он зайдет на ура потому что он все-таки дает бонусацию но не факт что он будет он будет лучше чем те кто у нас уже есть у него нету иммунитета это вот самое печальное убедить тоже здесь его уже ушатывают топовой сборки в них или на толком на поле боя не сделал то есть для пола по локации соответственно сейчас попробуем найти базу землеройкой получить молчанку забор энергии на него тоже действует стан действует то есть герой вообще ни о чем я не знаю нафига они его запускали для каких целей это лишь бы так вот просто сделать от фонаря скорее всего принципе блин наш можем и фон а вот есть посмотрим продам там не особо прокачаны вот смотрите вот есть молчанка то есть молчанка накидывается все он уже ни с кого ни хрена не с ним ничего не сделает бесполезно без понтово его даже сильно вот так вот чтобы вы понимали и на нем не будет не заработать не ракушка на что же вроде блокируется бесполезно в самом смысле бесполезный герой если же брать какие-то в этом у нас максимальная вам уже в максимальной сборке его показываю что он никто не делает если вы его таким не соберете то он вообще ничего просто можно никуда не выпускать его реально прокачивать есть смысл чисто ради силы сейчас уже закончим этот бой вот чисто ради силы ради прокачки другим героем скил а вот это единственный вариант есть смысл аофт сделал san тысяч Понятно, они сейчас будут миссить. Может кого-то найдем интересного. Вот, видите, срабатывает его скилл. Специально начинает намного больше получать дамаг. Чисто ради этого, возможно, есть смысл его потестировать на архидемоне. Как вариант. Я не знаю, может они что-то еще ведут интересное. Кто его знает. Вот тут по нему миссию за счет уклонений. То есть если у противника нету много точности, этот герой будет и любой жить. Ну, тут смотр их убивает, но не он. Здесь нету, я смотрю, вооружая. Они все равно тут затащат. То есть он и не дамагер. Даже если его в атакующую сборку собрать, он просто будет улетать. Я тестировал его с пактом, но это вообще ни о чем. Где бы вы его, я не знаю, не применяли. И из-за того, что у него нету никаких на сегодня обилок нормальных. Ну, это бред, как по мне, а не герой. Нафига его вообще было вводить? Просто так, лишь бы, лишь бы ввести, ну, получается так. Вот прошел стан под башену и все. Если же его брать на па-локации, на зб-шку. То же самое. Здесь спасает его у меня, например, чисто уклонение. Но вот проходит молчанка, проходит стан, проходит... Вот единственное, что вы видите. Я что-то не могу понять, о чем не морозится, а бьет. Что есть иммунитет к... А, он, наверное, миссарит просто. Я думаю, что за фигня. Он просто миссарит. То есть, такой вариант... Он даже бьет, но, видите, он ни хрена сделать не может. Они по ним просто миссают из-за того, что у них точности нет. Но с таким вариантом можно там и рыцарь, и любого легендарного героя собрать. Поставить уклонение, поставить суперпитомца. И его никто не сольет. То есть, вот так. На сегодня до хрена героев есть, которые актуальны, которых стоит качать. Вот это вот, что они выпускают бездонатные, вот эти вот герои, последнее время. Они вообще никуда не хотят. То есть, они вообще ни о чем, они нафиг не нужны, по сути. Он, смотрите, Мария не может, не может ушутать зефира. Мой зефир проседает, а Мария нет. Жесть какая-то творится. В общем, такие вот, ребятушки, дела. Что это такое? Вот то, о чем я говорил, что Мария реально круче зефира стала, но он не ушатывает в такой сборке, что-то нифига его. Мало времени они один на один были. Вот давайте против дуэлянта посмотрим. Вот, поэтому этот герой, ну, я не знаю. Кто хочет качать, ну, я бы не советовал качать в него, вливать в него ресурсы. Если он на максималке нифига сделать не может. Соответственно, если вы его не прокачаете толком, он 100% нифига не сделает. Единственный вариант это Архидемон, которого мы попозже затестим. Все. Больше этого героя я нигде применять не буду. И не факт, что я его даже оставлю, если он не зайдет на Архидемоне, что я его оставлю у себя в алтаре. Вот такие вот дела, ребят. Пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков. Пишите, кто, что думает об этом герое, в каких сборках. Ну, я думаю, я, в принципе, собрал вам топовую сборку. И от героя толку нет. То есть, это чисто, знаете, такое пушечное мясо, которое нифига сделает толком не может, к сожалению. Все. Всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok